Закат в Пружанах, Старая Яблоня, Великое Село, Старинные Вещи в усадьбе Журавлиное. Простые и говорящее названия полотен мастеров кисти из Беларуси, России, Польши и Узбекистана представлены на выставке, посвященной выдающемуся художнику Станиславу Жуковскому. Его учителями были Великие Коровин, Поленов, Серов и Левитан. Он писал лирический усадебный пейзаж, интерьеры. Детство и юность прошли в Брестской области, усадьбе Старая Воля. Мать привела любовь к рисованию, и ради любви к искусству будущему художнику пришлось пожертвовать многим. И вот этот мальчик, не послушав отца, уезжает в Москву в 17-летнем возрасте, приписывает себе два года, становясь совершеннолетним, 19-летним. Он подает сам заявление, которое дает право стать ему вольно слушателем и оплачивать обучение самому. И вот когда отец узнал об этом, он отрекается от него и никогда не помогает. Но вот с Москвы и начинается стремительное восхождение этого юноши из Белорусского Полесья на высоты художественного Олимпа. Несмотря ни на что, Станислав Жуковский добился успеха. И в наше время у талантливого автора множество учеников, почитателей и последователей. На протяжении пяти лет, начиная с 2015 года, художники, вдохновленные творчеством Станислава Жуковского, собирались на пленеры, где писали свои пейзажные и портретные зарисовки с натуры, так же, как это любил делать сам мастер. Лучшие работы стали основой экспозиции, представленной в музее «Спасенные художественные ценности». Очень понравилась атмосфера пленеров, очень теплая, очень хороший прием. У нас была такая ситуация, что даже поселили в деревне, в деревенском домике. Была возможность жить на природе, мы приезжали с семьей, с детьми. Была возможность прочувствовать природу и родину Жуковского, в которой он жил и творил. И это нас очень вдохновляло. Атмосфера вдохновения и творчества царила на открытии выставки. Здесь можно было погрузиться в эпоху мастера, услышать мелодичные романсы в прекрасном вокальном исполнении и классические произведения на фортепиано. Светлана Машкало – одна из участников и организаторов пленеров на Пружанщине. Ей же удалось создать по итогам выездов уникальный проект, который объединил вокруг себя не только талантливых художников, но и неравнодушных к творчеству Станислава Жуковского людей. То есть у нас такой возник проект, не чисто художественный, который состоял и из художников, и из певцов, и из бардов, и чтецы, люди искусства. Художники жили у нас какое-то время, гостили, писали свои картины и по одной картине нам оставляли. И у нас за эти пять лет уже было много работ и много художников уже к нам приезжало, где-то около 50 человек. И вот сегодня у нас такой итог, да, и вот это не первая выставка. У нас уже эта выставка была в Пинске недавно, была в Гомеле. Вот, надеемся, что и эта выставка будет не последней, вот, и пленеры на этом тоже наши не завершатся. Прикоснуться к удивительному миру искусства брещане смогут до 21 марта. Именно столько в Бресте будет находиться эта уникальная экспозиция.